Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и сегодня у нас в гостях представители общественной организации «Зелёный фронт» Алексей Ведмицкий и Александр Богданец. Добрый вечер. Насколько я понимаю, речь пойдёт, как всегда, о зелёных насаждениях и, видимо, о центральной части, потому что в последнее время, в последние дни, все, кто передвигается по центру города, видят, что проходят определённые работы. Есть наверняка какие-то у вас вопросы. Какого рода у вас вопросы, какого рода претензии? Ну, претензии следующего порядка. Территорию, которая дорого всем харьковчанам, оградили забором, при этом никаких информационных счетов, как то положено по закону, не было установлено. Естественно, у харьковчан, у которых есть облюбленные воспоминания по тому, как проходили работы в парке Горького на дороге смерти, естественно, нахлынули эти воспоминания, и поэтому мы проявили определенное беспокойство. Время шло, как бы информационные счеты не появлялись, поэтому наша общественная организация была вынуждена провести такую акцию, такое мероприятие. Мы пригласили горожан, наших сторонников, наших активистов на прогулку по саду Шевченко, понимая, что уведомив об этом соответствующие органы, мы имеем на это право. И после этого появились счеты информационные, которые вопросов-то скорее больше стало, чем до них. Там проводятся работы определенные. Мы договорились с представителями городской власти, в присутствии депутатов городского, областного совета, о том, что для того, чтобы обезопасить наш сад Шевченко от несанкционированных рубок, наша общественная организация проведет, возьмет на учет эти деревья, потому что на наш вопрос с представителем Зеленстроя, а сколько и каких деревьев попало в зону проведения работ строительных, внятного ответа нет. Ну, где-то, сколько, как-то. Поэтому Алексей с вооруженной методикой, которую нам в свое время подарил город-побратив Нюрнберг, он эту работу в поле, что называется, она уже закончена. В настоящий момент она ведется, ее окончательная стадия в электронном виде. Работа емкая, работа непростая. Вот Алексей расскажет. А почему непростая? Казалось бы, зайди да посчитай, там вот 10 лип, 8 ясеней, 3 тополя. Ну, на самом деле, не 10 и не 8, а несколько сотен. Ну, условно, да, конечно. А сколько, в принципе, площади граждена на данный момент? Ну, мне сложно сказать по площади, а как бы по деревьям, ну, там более 500 сейчас деревьев, но на самом деле ведется сейчас подсчет. То есть, на самом деле, проблема в чем? Реально никто не знает, сколько деревьев там, в каком они состоянии, поштучно. То есть, приблизительно, да, могут ответить на вопрос. Вот, но сколько, каких, в каком они состоянии. Вот, собственно, с целью ответить на эти вопросы проводилась данная инвентаризация. На самом деле, это пробный момент такой инвентаризации. Пытались мы ее реализовать несколько лет назад в Харькове. Городские власти не сильно этим заинтересовались. Ну, вот, похоже, что все-таки пришло время, наверное, да, городские власти все-таки перенимают, решили перенимать опыт цивилизованных стран. Вот, и попробовать использовать методики немецкие в Харькове. Методика заключается в том, что каждое дерево картируется, отмечается на карте, ему присваивается инвентарный номер, и записывается минимальное, на самом деле, количество параметров. Почему минимальная? Задача стоит максимум учесть деревьев, то есть, посчитать все. Поэтому, если тратить очень много времени на каждое дерево и очень детально, очень точно его описывать, сложно будет сосчитать все. Задача именно все учесть. То есть, я скажу так, учитываются параметры такие, как порода дерева, само собой, место его расположения, диаметр, диаметр кроны, диаметр самого дерева, наличие каких-то повреждений, сухих веток, либо состояние самого дерева непосредственно. То есть, на самом деле, несложная методика, и после очень короткой подготовки люди могут вполне самостоятельно эти вещи делать. А зачем это все, зачем эта информация необходима? Я понимаю, что, да, вот ситуация, был дуб, да, вот сняли забор, нет дуба, понятно, да, то есть, как бы возникают вопросы, а потом начинаешь доказывать, а был ли дуб, а вот он документ. А зачем нужен диаметр, диаметр кроны и тому подобные вещи? Состояние, наличие повреждений. По этим параметрам можно легко определить повреждения дерева и необходимый уход. То есть, в принципе, даже если мы занесем в таблицу вот эти параметры, мы можем отфильтровать, скажем так, деревья, которые имеют повреждения, да, и уже непосредственно тем же городским властям будет проще планировать уход. Не просто кронирование вот всех деревьев, да, там каких-то, а вот, скажем, планировать там подрезку пяти деревьев, у каждого дерева там по две сухих ветки, к примеру, так, ну, условно говоря, так, да, или замазать там три дупла. Да, но эта ситуация, насколько я понимаю, она достаточно серьезно меняется, и в течение года или двух тех же сухих веток может стать больше, может меньше, дерево может упасть и так далее. Вы делаете разовое или это собираетесь, собственно, на постоянную основу поставить, а такого рода монеты мы бы хотели поставить на постоянную основу, и когда, Алексей правильно сказал, несколько лет назад мы предлагали городским властям сделать это на уровне города, то в таком формате, конечно, было бы правильно, чтобы мониторили там, ну, раз в полгода, я думаю, что достаточно. На самом деле, то, что… Я добавлю просто, что если взять Нюрнберг, да, там, я изучал эту методику, то там 13 человек, Нюрнберг, конечно же, меньше Харькова, но, тем не менее, тоже довольно большой город, 13 человек два раза в год инвентаризирует инвентаризирует все деревья. И вот такая особенность, человек, который проводит инвентаризацию, персонально подписывает бланк, карточку учетную, где указывает состояние дерева. То есть он несет персонал… О чиновниках сейчас говорить или об общественных… Мы говорим сейчас о Нюрнберге, там это делают… В Нюрнберге? Да, там это делают городские власти. То есть это не чиновник, но это… Да, городской чиновник. Да, это муниципальные служащие. И он несет персональную ответственность. Если там окажутся сухие ветки, которые, скажем, упадут на машину, он будет разбираться со страховой компанией, потому что он не предупредил вовремя, к примеру. Это очень интересная цена методика. Да, да. Именно в этом был смысл того, что мы предлагаем, потому что, извини, пожалуйста, я перебил. Потому что это выводит взаимоотношения к зеленым насаждениям на следующий уровень. И уровень ответственности в том числе. И, наверное, это одна из причин, почему город не захотел эту методику. Ну, я понимаю, что, во-первых, наш город, наверное, побольше все-таки, чем Нюрнберг. Во-вторых, если вы говорите, даже неизвестно, сколько находятся деревья внутри огражденного периода на данный момент, да, то есть можем говорить там, что только о десятках или о сотнях, да, приблизительно какие-то категории, то страшно представить, сколько займет времени, подсчет деревьев во всем городе, оценка их состояния. Ну и опять же, учитывая то, что у нас каждый дождь, к сожалению, вносит коррективы в эту карту, да, вот такой серьезный ливень может внести, то, честно говоря, задача просто кажется невыполнимой. Я не городской чиновник, но я бы, вот, признаться, испугался бы масштабов поставленной задачи. А платить деньги за уход квадратно-гнездовым способом не страшно никому. Мы платим деньги не за уход, за конкретный, не за решение проблемы, а мы просто платим деньги по площадям. Это как в артиллерии. Стрельба по площадям наименее эффективна. Мы предлагаем к каждому дереву относиться персонально. А уж в центральной части особо ценные, тут не говоря про особо ценные породы, про памятки природы, которые есть, но центральная часть больше нагружена с точки зрения экологии. Здесь дереву сложнее расти. Центральная часть, на наш взгляд, однозначно должна быть занесена в реестр. Да. На самом деле, оценка одного дерева занимает от 3 до 5 минут, то есть это немного. Визуально просто, да? Полностью как бы занести его в карточку. Зафиксировать все это занимает не больше 5 минут. Ну, 3-5 минут, может, где-то и меньше. Вот стоит тополь, да? Вот у нас их много осталось, в центральной части довольно мало, но по жилым кварталам их достаточно много. И с ними, как правило, со старыми такими деревьями больше всего проблем. Стоит тополь. Приехали специалисты, посмотрели, все нормально. Прошел сильный дождь, тополь упал, все. Ну, как вот на глаз за 3-5 минут оценить, что там у него внутри, чем он живет, грубо говоря? Ну, это же нереально. Тут нужно специальное оборудование, на самом деле. Наверное, по тополям нужно. У нас зеленстрой не ведет профилактическую работу. Вы правильно сказали. Я тоже обращаю внимание на тополя. На тополях можно обрезать старые сухие ветки. Это сразу резко уменьшает ветровую нагрузку. Резко, в разы. У него площадь-то большая, а оно не живое. Поэтому, как бы, корни, которые держат эту ветровую нагрузку, их нет. Поэтому, проводя профилактические работы, мы выходим на то, чтобы дерево стояло значительно дольше. Спилить-то тополь не проблема. А вот попробуйте посадить на его место. Очень плохая приживаемость в городе. С тополями тут вообще ситуация. Их, когда высаживали, на самом деле, для чего? Чтобы быстро озеленить большие территории. И их, как правило, высаживали одновременно с такими деревьями, как с рябиной, с кленом. Подразумевалось, что через 20-30 лет тополя будут удалены. На их место будут посажены другие породы деревьев. А к тому времени, когда будут удаляться тополя, рябины, клены уже подрастут и будут нести достаточную полезное озеленение. Но случилось так, что к тому моменту, когда пришла пора сносить тополя, в общем-то, не было уже даже страны, в которой их посадили. Получается, что растут они во многом достаточно дико. Но на самом деле, да, вы такую тему серьезную и непростую поднимаете. Реальные оценки в совершенно новом отношении к деревьям. Понятно, что все трепетно относятся к деревьям. Но вот тут такого рода оценка, это, наверное, в городах Украины она существует, в принципе, что-то похожее на это. Нет, ничего подобного нету нигде. И более того, это Нюрнберг, город по-братиму Харькова. Они подарили нам эту технологию. Они подарили городу эту технологию. То есть у нее есть авторские права. Нам это подарили. И мы хотели это внедрить в городе. Понятно, что с поддержкой городских властей, которой не оказалось. Ну, пока, по крайней мере, диалог пытаемся вести. Пока, в принципе, довольно... По крайней мере, беседуем, общаемся. Это уже, я считаю, плюс. И пока конфликта удается избежать. Я надеюсь, что конфликта и не будет. Почему? Потому что, ну, конфликт не нужен никому, я считаю, никому не нужен. А в данной ситуации все и жители города, и городские власти заинтересованы в том, чтобы город максимально благоустроить и в то же время расходовать бюджет максимально эффективно, максимально рационально. Рационально. А сколько, на ваш взгляд или на вашу оценку, если вы таковую проводили, сколько, возможно, будет стоить вот такого рода служба, такого рода оценка для Харькова, если есть цифры, скажем, нюрнбергские, возможно, как-то сопоставить? Честно говоря, сейчас не считали. Я не думаю, что это очень большие затраты. Я не думаю, что эти затраты сопоставимы с расходами, которые не контролируются. Я думаю, что вопрос нужно ставить не так. Вопрос нужно ставить о том, что в городе существует профильное коммунальное предприятие, которое должно осуществлять уход за деревьями на персональной основе. И поверьте, если бы это проводилось, то мастер, человек, который приходит и там с сопленной периодичностью дерево обслуживает или ряд дерева, ему ничего не стоит ответить на те вопросы, которые в методике. То есть, по сути, может быть, дополнительных средств нужно вложить в формирование электронной базы, современной. А ведение карточки учета, человек пришел, обрезал ветки на дереве, замазал дупло и тут же в карточке ответил, диаметр дерева такой, вот столько сухих веток, вот оно там, на общение, на работу в поле денег много не нужно. Вот электронная часть, наверное, она потребует каких-то средств. Насколько мне известно, в Орсовете есть департамент соответствующий. Я не думаю, чтобы это очень много потребовало средств. Я скажу, что тот же мастер, тот же работник Зеленстроя в большинстве случаев прекрасно знает ответы на эти вопросы, ему даже выходить на место, особенно иногда. Они досконально довольно-таки знают свои участки и что там, где происходит. Просто нужно ему показать, куда занести эти данные. И они это нормально сделают, совершенно, я думаю. Это не вопрос больше. Речь идет больше о систематизации и использовании в дальнейшей работе. Потому что мы отслеживаем ситуацию в городе, мы постоянно выезжаем, когда звонят харьковчане, приедьте, у нас во дворе пилят дерево, мы не хотим этого допустить. Соответственно, те документы, которые, организация, которая дерево пилит, мы постоянно видим. Они оформлены из рук вон плохо, именно потому, что ответы на вопрос нужно составить определенные документы, там указать причину, по которой дерево дошло в такое состояние. Понятно, что приезжать комиссии, объезжать весь город, вместо этого люди заходят в электронную базу и говорят, о, у нас сейчас бригада работает в таком-то районе, мы открываем электронную базу и видим, вот, 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 это очаговые проблемы. И сюда поедет бригада. Вместо этого удобно показать, ну, вот в этой мутной воде, как бы, на мой взгляд, легче ловить рыбу, чем если все будет прозрачно и понятно. У рядовых исполнителей, конечно, довольно сложно получить внятный ответ, по какой причине, это да, это есть такое, по какой причине, кто послал и зачем, и что происходит на самом деле. Но даже если представить существование подобной базы, открытой базы, да, в которую каждый может войти, проверить состояние того или иного дерева, всего города, я не знаю, сколько это займет, но, предположим, она есть, но все равно возникают спорные моменты, то есть даже, грубо говоря, если здоровое дерево заслоняет кому-то окна, да, и там нет света, то кое-кто из жильцов, которым это дерево мешает, будет хотеть его сноса, а большая часть, возможно, двора не будет хотеться. Так или иначе возникает все равно конфликт, так или иначе, надо будет принимать решение не только исходя из состояния, насколько дерево здоровое или нет, но вот по каким-то другим причинам. Что делать в этой ситуации? То есть, ну, все равно будут, наверное, вызывать общественные организации, потому что, что делать? Вот как вы мыслите себе разрешение подобного рода? Закон дает исчерпывающий ответ на эту тему. Если действительно есть проблемы с инсоляцией, и человек, который хочет срубить дерево здоровое, не удалить аварийную ситуацию какую-то, решив, да, а по каким-то причинам, то он пишет соответствующее заявление в соответствующий департамент горсовета, уплачивает после решения департамента, уплачивает восстановительную стоимость, и, грубо говоря, за деньги этого гражданина. Мы получаем ситуацию, когда тут дерево удалили, а восстановительная стоимость обычно там трех-четырехкратная. И в другом месте, ну, грубо говоря, в 20 метрах от этого дерева мы высаживаем 3-4 молодых, которые растут, и из них какая-то часть со временем там по каким-то причинам может не вырасти, а оно 2 или там гарантированно, мы фактически расширяем зеленые насаждения. А что говорят, кстати, вот говорить европейская практика о том, как происходит вот эта компенсация по высадке в кратности, и что самое интересное в местах, потому что понятно, что в центре, когда сносят дерево, в том же месте его, как правило, его уже не появляется, тем более 2-3 посадить невозможно. Где и как, и сколько? Ну, если мы говорим о Нюрнберге, то каждая, ну, это не только на самом деле в Нюрнберге, в большинстве европейских городов именно так, каждое дерево имеет свою балансовую стоимость. То есть, если говорить о Нюрнберге, то балансовая стоимость одного дерева достаточно высокая, это 10 тысяч евро. Но, что такое дерево в данной ситуации? Дерево, это 15-20 лет дерево, которое выросло в питомнике, соответствует полностью стандарту для данной породы дерева. Фирма, которая его выросла в питомнике, пересаживает его непосредственно в городе, ухаживает за ним 3 года, если оно принялось и все хорошо, тогда фирма получает 10 тысяч долларов за это дерево. Вот это 10 тысяч долларов. В принципе, они стараются не сносить дерево. Даже если дерево уже сухое, но оно крепко держится, в нем просто обрезают ветки, и такое дерево просто как бы... Есть разные ситуации, например, строительство. Вот вердили, там есть несколько деревьев, их надо, ну, как у нас, говорит, все в том же объеме, все будет компенсировано, даже в большем высажено. Наверное, высаживают, я не знаю, но где они высаживают, я вот тоже сказать, к сожалению, не могу. Ну, опять же, если взять такой город, как Нюрнберг, то там центр города средневековый, там довольно мало зеленых насаждений, довольно мало деревьев в самом городе. Стараются, конечно, компенсировать все это. На самом деле, там много парков, в то же время, не в центре города, а за его пределами. Стараются компенсировать такие вещи. И стараются как можно меньше сносить и повреждать деревья. По крайней мере, при строительстве. Ну, конечно же, такое бывает. В любом случае, все города развиваются, конечно же, такое бывает. Если вернуться к нашей ситуации, к тому, с чего мы начали, собственно, с центральной части Харькова, сад Шевченко, когда вы планируете завершить свою работу, будет ли открыта ваша, по крайней мере, база деревьев после той инвентаризации, если можно так сказать, которую вы проводите? Ну, на сегодняшний день полевая часть работы окончена на огражденном участке. Сейчас мы вносим данные, полученные при полевом исследовании, в электронные таблицы и параллельно наносим эти данные на карту. Ну, сложно сказать, на самом деле, сколько это времени займет. Ну, надеемся, что там неделя-две... Ну, электронные таблицы будут раньше. Электронные таблицы, в связи с большей простотой. А что касается нанесения на карты, тут есть проблемы технического характера. Они во многом вызваны своеобразным противостоянием между общественниками и городскими властями. Нам не дают фактически открытый доступ к генпланам, как должны по закону. И мы вынуждены, в том числе вот здесь, натыкаемся на такую проблему. Google карты дают возможность нанести на конкретную карту 200 объектов. Дальше он не дает возможности. Деревьев намного больше. То есть мы натыкаемся на проблему, если бы это был доступ к генплану, к одному из слоев генплана, то мы бы туда это нанесли, и тогда это были бы все карьковчане, могли бы в этой части иметь доступ и посмотреть. А как будет с картированием в этом случае? Мы на сегодняшний момент консультируемся со специалистами, делать несколько карт, разбивать на какие-то участки. То есть карьковчане надкроют и увидят там какой-то сегмент. Это же фактически масштаб, даже, наверное, крупнее, чем топографическая карта, стандартная, там, армейская. То есть это очень большое. Достаточно, чтобы дерево можно было поштучно. Она разбивается на участки. То есть, скажем так, если мы берем сад Шевченком, то участки поделены условно тропинками, имеют определенную нумерацию, то есть буквы у нас в нашем случае. И по каждому участку деревья пронумерованы. На сегодняшний день там проходят за забором строительные работы. Я только сегодня общался с директором департамента соответствующего. Мы приезжали, нас допустили на место проведения работ. Честно скажу, я остался доволен осмотром. Несмотря на то, что этот осмотр, ну, нас явно не ждали. Мы пришли с депутатами городского совета и, ну, фактически, так немножко волюндористски себя зато. Мы пришли к дежурному на вахту и говорили, мы хотели бы осмотреть место. То есть явно нас никто не ждал. Директор департамента примчался, там буквально минут через 15. Мы начали осмотр без него. Я помню, как это происходило в парке Горького. Ну, сегодня это на два порядка лучше. То есть те рабочие, которые я пообщался специально... Во-первых, там на месте постоянно находится представитель зеленстроя. Это важно. То есть он как бы балансодержатель. На месте находится постоянно. Во-вторых, те рабочие, которые там, те водители, которые там выполняют работы, я с ними пообщался, у людей есть понимание, что на самом-то деле ценность основная сада – это деревья. Дорожки, коммуникации, фонтаны – это все вторично. А ценность – это деревья. И поэтому они относятся корректно. Это не означает, впрочем, что мы не будем добиваться проектной документации, которая там должна быть. Но работы выполняются достаточно аккуратно. Мне понравилась фраза, которая прозвучала в начале программы, о том, что там, собственно, ни скандал, ни какие-то беспорядки, ни какой-то разгром не нужен никому. Да, самое главное – избежать, конечно, конфликтов. Потому что я сейчас говорю, что конфликты, тем более в сегодняшней ситуации, не нужны никому. Тем более конфликты, которые просто беспочвенные, и те, которых можно легко избежать. Будем надеяться, что так и будет, что сад мы сохраним, и будет все прекрасно. Спасибо вам большое, что сегодня были гостями нашей программы. Спасибо. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом улыбку все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова